сегодня 22 февраля и естественно как вы догадались мне нужен очередной торт в этом месяце вообще феврале месяце у меня слишком много дат которые необходимо отмечать этот четвертое будет последняя 23 день советской армии военно-морского флота как сегодня принято его называть день защитника отечества но у кого-то день защитника отечества 23 февраля а у кого-то вообще не понятно какого поэтому я по старинке отмечаю 23 февраля день советской армии военно-морского флота потому что я служил советской армии и для меня этот день священ накануне вчера я приготовил бисквит бисквит классический в основном классический я добавил то ложку какого у меня оставалось немножко подкрасил потому что планирую провести небольшой эксперимент хочу смог не пропитывать коржи а смазать их сначала абрикосовым вареньем потом сверху крем шарлот но обмазать тоже кремом и посыпать орехом то есть бюджетный вариант самый бюджетный вариант который я могу предложить это этот бисквит разрезается пополам берется одна порция крема шарлот это 200 грамм масла 70 грамм молока пол стакана сахара и пакетик ванильного сахара варится сироп взбивается с маслом это порция крема вполне достаточно чтобы смазать один корж торта затем обмазать этот получившийся торт сверху кремом и обсыпать орехом я буду делать немножко другой вариант то есть я разрежу постараюсь на три коржа поэтому крема мне надо будет побольше но все равно крем буду делать на одно яйцо то есть на яйца сэкономлю и я думаю что за 40 гривен я не выскочу примерно будет такая себестоимость моего тортика а как мы его будем собирать мы все это постараемся заснять сначала мы сделаем сироп для крема так что приступаем к сиропу и так для того чтобы приготовить нам крем необходимо масло яйцо и сахар и сахар о сахар забыл и так и сахар но я возьму сахара не пол стакана возьму чуть больше две трети стакана потому что масло в моем случае я тоже возьму не 200 грамм а грамм 300 потому что крема мне понадобится больше потому что я буду разрезать бисквит на три коржа на три коржа а вам советую бисквит разрезать на 2 коржа пополам и масло взять 200 грамм пол стакана сахара одно яйцо один ванильный ванильный сахар вот это для сиропа и до крема крема до сиропа масло должно быть мягкое поэтому чтобы она быстрее комнатной температуре приобрела необходимую мягкость будем так говорить чтобы можно было взбивать его надо будет отрезать и размечить его на мелкие кусочки так но быстрее нагреется приступаем высыпаем в яйцо сахар весь и ванильный и ванильный и его мы взбиваем точно так же взбиваем как готов бисквит тесто для бисквита чтобы изолформа побелел однородная масса долго не взбиваем две-три минуты и достаточно все пока нам больше венчик в сторону теперь надо нам отмерить масло кусочек необходимым скрываем на упаковку масло хорош для крема я его использовал когда делал торт на годовщину свадьбы два сердца вот у меня ушел как раз такой кусочек на те два сердце мне хватило того крема чтобы все внутренние коржи промазать итак это у нас 400 грамм пополам это у нас вот где-то так значит мы возьмем вот так вот берем три четверти вот такой кусочек вот такой кусочек оно уже мягкое что я его вытащил раньше чтобы оно быстренько дошло до нужной кондиции мы его вот так покромсаем немножечко пусть оно доходит после того как мы сироп сварим его надо будет остудить до комнатной температуры и масло у нас должно быть такой же температуры и и взбивать сироп и масло надо чтобы они были одной температуры так переходим к сиропу так взбитое яйцо с сахаром выливаем точнее мы сделаем мы вылим молоко это у нас здесь 70 грамм мы добавим сюда еще немножко потому что масло у нас больше будет но тоже тут с молоком смотрите не переборщите потому что потом крем может получиться уж очень жидковатый вы его не взобьете вот мы сейчас все это выливаем в кастрюльку выливаем все в кастрюльку вот получается что я я сюда долил 100 миллилитров молока оно в принципе все равно это многовато сахара я больше положил все включаю и у нас должна получиться вот такая масса густая бледно-желтого кремового цвета сахар должен полностью раствориться сахар 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 чтобы она не свернулась чтобы она не свернулась если свернется это уже извините испорченный продукт тут вы уже ничего не сделаете надо будет переделывать сахар уже сахар не ощущается не скребет по стенкам значит он практически растворился вот густой такой у нас сироп получается ну многовато кажется молока молока можно было поменьше ну посмотрим я же не собираюсь сделать розочки цветочки всевозможные бордюрчики мне это не надо поэтому для смазания у нас уже уже начинается процесс видите сироп практически готов закипел поднялась шапка надо его будет все вот все у нас сироп готов вот загустел мы его выключаем и он остывает когда шапка осядет мы его поставим остывать до комнатной температуры до комнатной температуры сироп сироп получился много сиропа таким количеством сиропа крем подойдет только для смазывания коржей ну и обмазки торта снаружи для последующего потом его обсыпания присыпания уже если вы хотите украшать торт но я этого сегодня делать не буду различными различными цветами цветочками бордюрчиками то этот крем не подойдет в общем украшать торт самый удобный крем это белково заводно все пусть пусть крем наш остывает а мы пока разрежем бисквит на коржи для того чтобы разрезать ранее испеченный бисквит на три коржа мне понадобится суровая гидка желательно ее свернуть дважды чтобы она не порвалась и нож ну естественно бисквит бисквит я приготовил заранее вчера еще чтобы сегодня на нем не зацикливаться ну и когда он постоит сутки его и резать легче и уже форму он приобретает окончательно поэтому все надо готовить не спеша спешка кондитера так будем сейчас бить внутри одинаковых так возьмем наметим спешок вот 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 и вот вот у нас теперь мы ниточку заводим в это нам сделаны пазик . входит в паз и мы теперь этой ниточкой разрезаем есть один все бисквит разрезан итак пока остывает сироп нам надо измельчить орех бисквит приготовим необходимое количество очень мелко мы измельчать не будем останется значит останется сколько будет замечать будем блендером вот 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 все хватит и так перебор пересыпем многовато конечно хозяйстве не пропадет поэтому вам понадобится гораздо меньше увидите сколько останется ореха ну я чтобы много мне не оставалось я еще между коржами посыплю орех так что крупной таких стали специально не стала до конца перемалывать потому что теряется эффект ореха должен попадать на зуб а когда он в порошке это уже не очень вкусно мелкие мы измельчаем то есть крупные руками можно использовать любой орех я уже говорил и арахис и весной то есть что вам доступно что вам приемлем если нет орехов или орехи дорогого значит используйте крошку печенье вафельную крошку покрошили и на вкусе особо не скажется немножко другой будет оттенок вкуса здесь можно использовать все что угодно у меня вот есть орехи в достатке это еще орехи урожая шестнадцатого года я практически орехи урожая семнадцатого года еще и не использовал у меня стоят мертво все орех готов ждем когда остынет когда у нас остынет сироп и будем делать крем и так сироп у нас остыл приступаем к маслу его немножко надо взбить размягченная но у нас достаточно уже видите какой мягко поэтому мы можем его все взбивать Продолжение следует... Ну и будем сейчас потихоньку добавлять. Продолжение следует... 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 крупные кусочки ореха размельчим так салфетку надо вчера так салфетку надо салфетку надо подвинем на центр салфетку надо подвинем на центр салфетку надо салфетку надо салфетку надо все салфетку esta все что осталось все сюда я конечно рекомендую на две части разрезать бисквит на 2 коржа еще я раньше такой бисквит тоже на 2 ну когда конечно украшающего двухковых делаешь торт более праздничный тогда на 3 части вот такой ореховый я правда первый раз делаю с вареньем обычно я делаю с пропиткой бюджетный недорогой получается себестоимостью в пределах 35 крайнем случае 40 вот это тут у этого где-то до 40 можно будет посчитать где-то на крем на масло ушло 200 это был штат 15 гривен 300 ну еще 7 добавим 22 гривны где-то у нас шло на масло 15 до 18 вот 17 у нас на яйца 22 на масло 39 мука сахар где-то два пакетика ванилина рубль 60 где-то рубль 70 ванилин сахар с мукой давать еще 3 гривны 39 ноут 44 где-то до 40 5 гривны вот этот торт 45 гривен орехи ну ребят давайте еще орехи орехи вот кому-ка ну если покупаете орехи где-то или что-то другое значит может быть маловато крема ведь я ставлю надо было больше крема оставить здесь у меня может быть и надо было все 400 грамм на крем не хватило мне чуть-чуть чуть-чуть не хватило соберем так соберем Так, вот. Можем. Так, ну вот урали как. Ну, хорошо. Будем считать, что теперь нам надо посыпать орехами. Погуще, погуще. Чтобы у нас орехи были здесь. Закрывались все наши дефекты. Я еще оставляю такие целые половинки орехов. Вот. И украшаю. Ну, делаю зорчик. По периметру. В середине цветочек. Так вот мы обсыпаем. Закрываем. 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 И украшаю. И украшаю. И украшаю. Так. Приберем немножко, потом еще присыпем. еще немножко присыпем, присыпем все это дело. Вот так. Вот так. Вот так вот. Ну, теперь надо присыпать вот здесь. И вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. 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 Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Можно не обязательно орехом, я уже говорил, можно крошкой печеньем или вафельной крошкой. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. вафли там по вкусу можно добавить вафельный лист и получаются такие хрустящие вафельные листы вот такой у нас получился тортик если кому-то это видео было полезным я буду только рад еще раз поздравляю всех ветеранов со 100-летней годовщины красной армии и военно-морского флота желаю чтобы эта годовщина была не последняя все всем удачи